В середине августа в администрации Ленёва прошло очередное заседание Депутатской комиссии по экологии с участием депутата Законодательного собрания Новосибирской области Ильги Золотфулиной. Подробности встречи в нашем сюжете. Вблизи Ленёва на территории Искитимского района расположено сразу несколько крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Реализация их экологических программ – тема обсуждения на депутатских встречах с руководством и экологами. В очередной раз в администрацию для открытого общения пришли представители акционерного общества «Сибирский антрацит» и общество с ограниченной ответственностью «Разрез Восточный». Два года плодотворного сотрудничества с этими организациями – достойный пример совместной работы. За это время было реализовано много совместных акций – уборка мусора на Биловском водопаде, посадка деревьев в посёлке Ленёва на станции Евсины в деревне Ургун, на средства, выделенные в рамках соглашения взаимодействия с «Разрезом Восточный» и «Сибантрацитом». Проведён мониторинг воды в очистных сооружениях на «Разрезе Восточный». В сёлах совместно с населением проводятся мониторинги взрывных работ. Приобретены корма для диких животных «Заказник Ольгастаевский». Угольные предприятия активно развиваются. Вместе с ними развивается их программа природосбережения. Модернизируется аспирационная система на обогатительных фабриках, рассматривается перспектива строительства очистных сооружений и карьерных вод. В данный момент на ближайшем объекте Кленёва станции «Восточный» никаких операций с углём не проводится. На станцию «Колыванская» постепенно переведено всё производство. Мониторинги атмосферного воздуха в местах присутствия предприятий будут продолжены. На технологических дорогах продолжатся рейды по выявлению нетемтированного транспорта. Директор детского сада «Родничок» Олеся Сидоркина – активный экоактивист. Но на заседание она пришла с подарком – рисунками воспитанников. Как видят Ленёва дети. На рисунках много деревьев и детских площадок. Много прогуливающихся детей и животных. Обязательно продолжим наши рабочие встречи и будем информировать о результатах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова